Мы можем сколько угодно подобных законов изобретать. Сам процесс обсуждения того, нужны ли эти законы, сам процесс обсуждения уже конкретных законопроектов сделал такую пропаганду однополым парам и ЛГБТ-сообществу, о котором они просто и не мечтали несколько лет назад. Более того, есть известный депутат в Санкт-Петербурге, который практически в ежедневном режиме, может быть, не желая того, обеспечивать ту же самую пропаганду. То есть после всех вот этих информационных движений, вбросов о геях, об однополых парах, о гей-прайдах, парадах, узнали все вообще, кто может слышать, внутри Российской Федерации. Можно принимать эти законы, можно не принимать, но мы живем в рыночной, либерально-демократической стране, в стране цивилизованного мира, в стране из формата G8. А если геи присутствуют в Америке, в Великобритании, во Франции, в Германии, то они будут присутствовать в таком же режиме, а я думаю, что и в более жестком формате, потому что у нас всегда все радикализируется в России, чем это происходит в тех странах. То же самое будет внедрено, насаждено и на Украине, в Грузии, и во всех остальных странах постсоветского пространства. А если мы изменим идеологию Российской Федерации, то есть уйдем из этого либерально-демократического формата, тогда действительно у нас эта проблема уйдет с повестки дня. Но пока она стоит на повестке дня и она активизируется, накаляется, нагревается, как только можно.